Здравствуйте! В эфире телепередача «Лестница» и мы, Наталья Музыка и Юлия Михалкина. Для того, чтобы жизнь в школе была насыщенной и интересной, в традиционном планировании акций и событий принимали участие не только педагогический коллектив, но и учащиеся. Самоуправление в школе номер 221 существует уже не первый год. О том, кто стал председателем совета школы и какие планы на этот учебный год, вам расскажет Мария Каханюк. Ученики с 9 по 11 классы приняли участие в выборах председателя школьного совета. Каждый класс представил одного кандидата, который презентовал свои проекты. Сегодня у нас было 4 кандидата. Это ученики 9 по 11 класс. И сегодня в контакте в школе 21 все дети узнают, кто же победил. Я планирую создание творческих групп, проведение мероприятий. Хотелось бы, чтобы в нашей школе наконец-то началось шефство над первокластиками. На переменах происходили небольшие флешмобы и игры мастер-класса. У нас сейчас идет четвертый, заключительный форум. Среди начальных классов лучшим был форум 3-4 классов. В среднем звене ваш форум. И это, наверное, закономерно. Потому что как среди 3-4 есть выпускники, так и здесь у нас большинство выпускники 9-11 классов. То есть это уже модель человека, сформировавшегося, готового брать на себя ответственность и отвечать потом за задеянное. Ученики представили множество проектов, которые заинтересовали педагогов и администрацию школы. Также если у кого-то из участников выборов было много полезных и интересных идей, то они просто могли подойти к председателю, который поможет воплотить их проекты в реальность. По итогам выборов председателем школьного совета стала Анастасия Костромитина. Ее избрали 148 подростков. Менять я ничего не хочу. Если у меня выборут президента школы, то я начну свою реализацию с следующего месяца. Хочу ей везти домашний кинотеатр в школе. Во-первых, это бесплатный билет, можно так сказать, это отдых после рабочего дня, тяжелого. Помимо выборов в это же время проходило еще одно мероприятие – общешкольный форум коллективного планирования. В нем приняли участие ученики с 5 по 11 класс. Ребята представляли свои проекты, над которыми они будут работать в течение всего года. Одна из идей – озеленение пришкольной территории. Школьники хотят осуществить свою идею весной для того, чтобы посадить цветочные клумбы. Дети сегодня представляли проект на будущий год. Что они планируют реализовать? Это новый вишневый сад вырастить. Будет организована выставка домашних животных и родоспромечательности Пеницкой области и разные другие проекты. 11 классы в этом учебном году заканчивают школу. В честь этого они решили создать аллею выпускников. Каждый посадит дерево для того, чтобы было приятно, возвратившись в школу, окунуться в воспоминания, пройтись по аллее и полюбоваться этим маленьким садом. Все долго готовились к этим мероприятиям. Кандидаты придумывали и отрабатывали речь, а также горели желанием победить. Но важно не победа, а участие. Ведь благодаря таким событиям мы приобретаем активную жизненную позицию. Волонтер – это человек, который готов сделать жизнь вокруг себя лучше. В любую минуту помочь и подарить положительные эмоции окружающим себя людям. В нашем городе открылся городской волонтерский центр, где зареченцы могут попробовать свои силы в этом нелегком деле. На первом занятии побывала наш корреспондент Ксения Митюрникова. В молодежно-досуговом центре «Ровесник» состоялось открытие городского волонтерского центра. На первом собрании ребятам рассказали основную концепцию работы объединения и представили преподавателей. Зареченцы узнали, чему они научатся на занятиях и как смогут использовать навыки волонтеров в дальнейшей жизни. Мы видим наш центр как некий такой центр насыщения вас различными необходимыми вам в качестве волонтеров, а может быть и в качестве вообще вашей будущей профессии, различных компетенций. Самое главное, что через цепочку таких мероприятий вы будете участвовать как в мероприятиях городского масштаба, так, как мы надеемся, в мероприятиях более крупного масштаба. Для проведения занятий организаторы объединения планируют приглашать представителей самых разных профессий. Таким образом, всевозможные тренинги и лекции не только вовлекут школьников в волонтерское движение, но и помогут определиться с выбором их будущей профессии. В центре ребята будут учиться социальным коммуникациям и иностранным языкам, оказанию первой доврачебной помощи, умению взаимодействовать с различными службами и даже особому этикету волонтеров. И уже во время работы на многочисленных мероприятиях зареченцы смогут применить приобретенные навыки. Основная идея работы центра заключается в том, чтобы научить начинающих волонтеров самим организовывать социальную жизнь в городе. Мы сразу сосредоточились на том, что все мероприятия, которые проходят в Заречном, в Пензе и вообще в стране, для волонтеров интересны. Это расширяет горизонт для зареческих ребят, что независимо от того, живешь ты в большом городе или маленьком, в закрытом или открытом, волонтерские форматы позволяют включаться во все эти мероприятия на равных. И в этом случае заборы стены никого не сдерживают. Уже в конце ноября ребята смогут испытать приобретенные навыки. Воспитанники центра станут волонтерами на финальных мероприятиях проекта «Школа Росатома», которые пройдут в нашем городе. Недавно во Дворце творчества детей и молодежи состоялась благотворительная ярмарка. Она проводится каждый год уже в течение трех лет. Организатором данного мероприятия является Городская детская дума. Сегодня наша ярмарка не простая, а благотворительная. Все исследователи и юзеры нашего города постарались стать славой. Приготовили много интересного товара, сделанного своими руками. Все это для того, чтобы помочь бездомным собакам и кошкам. Ярмарка проводится в помощь подопечным благотворительного фонда «Лохматый друг». На нее приходили и дети, и взрослые. Цель ярмарки не только помочь животным, но прежде всего это воспитать добрые и ответственные отношения к животным, к подопечным нашего центра и к бездомным животным. На ярмарке присутствовали дети из всех школ города. Ребята придумали различные бизнесы, с помощью которых можно было заработать. Например, продажи самых разнообразных товаров – от мягких игрушек до вкуснейшей выпечки. Мы провели огромную работу, приготовили много площадок, развесили фотографии из фото-выставки «Хвостики». Также мы подготовили сценарий для ярмарки. Помимо товаров на ярмарке были и другие развлечения. Беспроигрышная лотерея, колесо фортуны, плетение косичек, нанесение маникюра и даже кинотеатр, в котором гости могли посмотреть добрые мультфильмы про животных. Мы пришли на ярмарку, чтобы помогать животным. Мы очень любим эту ярмарку, уходим сюда каждый год. Мы очень любим эту ярмарку, мы так рады, что на нее пришли. Тут очень классные животные, и мы очень любим им помогать. Да, и готовы им помогать всегда. Уже второй год у нас вместе с нами принимает в ней участие детское движение «Юнзары». И наравне с нами организаторами также были парламент детского движения «Юнзары». В зале здесь у нас находятся продавцы, участники ярмарки из всех школ нашего города. Это исследователи, ребята начальной школы, это и «Юнзары» ребята среднего звена. В этом году было представлено больше подопечных фонда «Лохматый друг», что позволило гостям познакомиться с ними. Мы уже на протяжении трех лет проводим эту ярмарку, и каждый год в нашем зале из центра «Лохматый друг» присутствуют у нас кошки и котята. Гости мероприятия могли не только познакомиться с животными и погладить, но даже забрать кого-нибудь из них к себе домой. Эта ярмарка понравилась, во-первых, тем, что представлено очень много, как я уже сказала, самих животных, много сувенирной продукции. Здесь работают специалисты, которые могут рассказать о каждом животном. Каждый год ярмарка знаменательна тем, что хотя бы один питомец находит своего хозяина. Замечательное событие оставило след все... В этом году Дворец культуры «Современник» отмечает свой юбилей. На протяжении 55 лет «Современник» является культурным центром нашего города. В нем проходят концерты как приезжих гостей, так и городских, творческих и образцовых коллективов. В них находят свое место и малыши, и дети, и люди старшего возраста. О том, какие мероприятия и сюрпризы подготовил Дворец культуры «Современник» на будущий сезон, вам расскажет Диана Морева. Свой 55-й творческий сезон Дворец культуры «Современник» открыл торжественным концертом, на котором выступили все творческие коллективы. Я уверен, что все, кто будут выходить сюда, на эту сцену, обязательно докажут, что те традиции, которые вы заложили, они живут. Итак, впереди грандиозное событие, а мы начинаем юбилейный 55-й творческий сезон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На торжественном концерте был аншлаг, ведь нельзя пропустить такое значимое событие. Выступали и дети, и взрослые, ведь двери Дворца культуры «Современник» открыты для всех. Расскажите, пожалуйста, часто ли вы ходите в наш Дворец культуры «Современник» и чем вам он нравится? Какие, может быть, концерты вы посещаете? Хожу почти на все мероприятия, какие здесь бывают. Не хочу отрываться от жизни, а чаще всего хожу, когда вот такие вот артисты выступают. Вот, вот, очень люблю детей. Не терять темпа, как работали, только чтобы лучше еще. Вот, пожалуйста, мне нравится все. Очень много времени здесь проводим и на тренировках, и на концертах. То есть, ну, вообще нам здесь очень нравится. Очень хорошая атмосфера, очень приятные педагоги. Творческие коллективы представили как новые, так уже и всем полюбившиеся номера. Танцы, песни и народное творчество. Дворец культуры «Современник» нередко радует зареченцев различными мероприятиями, поэтому многие горожане не пропускают ни одного концерта. Конечно, это культурное заведение, даже обстановка и представления, детские представления. Нравятся наши дети, как участвуют. Очень даже нравится. И какой-то праздник. При посещении чувствуешь праздник. И даже настроение хорошее. А мне, у меня всегда вот какая-то радость за талантливых людей, которые есть в нашем городе. И поют красиво, и танцуют, и дети, и радуешься. Сколько же много талантов. А некоторые творческие коллективы даже имеют свою аудиторию. Мне нравится очень народный оркестр под управлением Светланы Васильевны Исаевой. У меня дочь туда уже 50 лет ходит. Не 50, а 40 лет. Мне нравится оркестр, как все равно он профессиональный. Впечатление у меня очень хорошее всегда, девочки. Я всегда хожу. И мне любые нравятся. И оркестры, и танцы мне очень нравятся. Я вообще люблю танцы. Мне любые. Ну, в общем, и приезжают, когда другие коллективы, и из Пензы, или еще откуда-то приезжают. Не пропускают ни одного. Не пропускаю никогда. Всегда люблю. Всех люблю. В свой юбилей Дворец культуры «Современник» подготовил множество сюрпризов для жителей нашего города. Творческие конкурсы, концерты, выступления приглашенных гостей и многое другое. Конечно, мероприятия, проводимые по случаю празднования 55-го творческого сезона, не смогут обойти и юбилей нашего города. «Современник» совместно с территорией культуры «Росатом» подготовили четыре ярких мероприятия, два из которых пройдут уже ближайшие два месяца. Свой юбилей отметят не только Заречный и Дворец культуры, но и многие творческие коллективы Дворца культуры «Современник». В этом творческом сезоне 10 коллективов нашего учреждения отметят свой юбилей. Буквально через несколько дней, 21 октября, у нас 30-летие отметит студия популярной музыки «Элон». Далее пойдет череда юбилейных торжеств, будет юбилей русского народного хора. В следующем году у нас будет 55 лет оркестру русских народных инструментов, клубу «Радуга». Очень много будет юбилеев промежуточных, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 лет. Мы приглашаем всех жителей нашего города на эти юбилейные торжества. Юбилейный 55-й творческий сезон Дворца культуры «Современник» обещает быть интересным, ярким и запоминающимся. А мы, журналисты студии «Автор», будем держать вас в курсе событий. Мы открываем наш сезон, Учениц волшебный, но, но, И мы от радости поем. И все, что хочешь, вам красиво, Есть весь танцы, Вместе к ним лишь поймать с нами лапа. О, это же свежая битвафи, Мы вас сегодня будем лишь повторять лапа. И наши силы, Учениц волшебный, Поэт, в лоб своей, И так не успеваем наш шанс. Мы открываем наш сезон, Учениц волшебный, но, но, И мы от радости поем. Учениц волшебный, но, 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 но. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Вас приветствуют журналисты канала Атом ТВ Мы начинаем новый сезон Проект Школы Росатом объединил 15 субъектов Российской Федерации 21 город, тысячи учителей и воспитателей, сотни тысяч детей и подростков Вы проектируете будущее Мы рассказываем и показываем это на нашем канале Наша телевизионная команда постоянно растет С прошлого года студия Атом ТВ есть в каждом городе участники проекта Школы Росатома Мы рассказываем о самых интересных событиях и необычных людях Каждый день на канале появляются сюжеты и репортажи о том, что происходит в городах Госкорпорации Росатом В этом году благодаря проекту Школы Росатома Корреспонденты канала Атом ТВ побывали во всероссийских детских центрах Орленок и Океан В международных лагерях в Болгарии и Финляндии О самых ярких событиях этого лета смотрите на нашем канале Для того, чтобы канал стал популярнее и интереснее, чтобы количество подписчиков увеличивалось Чтобы начинающие журналисты становились опытнее и профессиональнее Мы представляем вам новый фестиваль Атом ТВ В этом году тема конкурсных сюжетов мы любим Школы Росатома Участникам предоставляется уникальная возможность признаться в своих чувствах проекту, который всех объединяет Рассказать о людях и событиях, без которых не было бы такой насыщенной жизни в городах участников проекта О сетевых школах и детских садах, в которых реализуются уникальные образовательные программы На очном этапе вас ждет новые насыщенные программы и необычные задания Встречи со старыми друзьями и новыми специалистами Организаторы приготовили для всех участников много сюрпризов До встречи на фестивале Атом ТВ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова